привет продолжаю цикл познавательных видео про ardupilot arduplane в этом видео я расскажу про назначение функций сервовыходов после настройки приемника радиоуправления самое время настроить их тут есть несколько нюансов которые важно знать конечно если вы не притязательный пользователь и работа регуляторов оборотов по pvm протоколу вас вполне устраивает то дальше можете не смотреть это видео и можете прямо здесь и сейчас выбрать нужные опции для сервовыходов но если вы хотите тонко и функционально все настроить то я приступаю самое время сделать паузу подписаться на канал если еще не подписаны то и видео само себя не лайкнет итак поехали для каждого полетного контроллера существует файл описания ссылку я оставлю в описании к видео найти его можно по пути ardupilot libraries ap-hull-chbos hvdev и далее имя таргета вашего полетного контроллера в данном случае я открыл 2 hvdev файла для matekov 405 wing и kokute f7 в текущий момент меня интересует пункт pvm output вот открываю для matekov и для kokute вот как видно из описания этот таргет позволяет использовать 10 pvm выходов один из них используется для светодиодную индикацию и отмечен пином под названием led на полетном контроллер вот он находится чистота на которой будет работать pin зависит от настроек таймера который он привязан это так в общих чертах если не углубляться в принципе работы gpa и о микроконтроллеров как видно из этого пункта pvm 1 и 2 выходы привязаны к четвертому таймеру team 4 соответственно выходы 3 4 привязаны к третьему таймеру 5 6 к 8 7 8 к первому а 7 даже 8 9 к первому таймеру привязаны а вот 10 ко второму таймеру что это значит а это значит что если задать работы пина pvm 3 как допустим дэшот 150 то и четвертый пин будет работать тоже в режиме дэшот 150 и если на вот этот допустим пин назначить роль серво выхода и на него поставить серву а на этот пин повесить мотор то серво работать не будет поскольку ей нужно аналоговый пивем сигнал а не дэшот цифровой протокол для f-405 pink данный нюанс не сильно актуален поскольку пивем 1 и 2 помимо того что висит на одном таймере так еще и выведены отдельно от серв и используется изначально заточены на выключение моторов поэтому на данном полетном контроллере будет сложно накосячить с настройкой но если взять какую-нибудь какуту вот такой вот какуту то тут уже легко накосячить с выбором чистоты и потом долго разбираться почему не работает серво конечно мало кому придет мысль использовать ее для самолета но кто знает то есть данном случае открываю маппинг какуты и вижу что первые три пием выхода работают на первом таймере два других на третьем таймере и последний на пятом таймере соответственно если назначить вот этот пивем выход как дэшот 150 то и остальные будут работать в режиме дэшот 150 вот такой вот нюанс для чего вообще надо заморачиваться с этим спросите вы самолет не коптер ему в принципе не нужна высокая частота передачи сигнала для регулятора оборотов и в принципе будете правы но дело в том что цифровый протокол дэшот снимает необходимость калибровки регулятора оборотов вторая полезная плюшка это возможность активировать возможность настраивать бил хели 32 регуляторы через полетный контроллер как позволяет это делать айнаф или бета флай к сожалению был хели с тем более бил хели симонка регуляторы через арду пайлот не прошить и не настроить пожалуй это основная причина по которой я использую дэшот так как высокая исчезота для работы не нужна я выбираю дэшот 150 чтобы не нагружать излишний процессор настраивается это следующим образом конфиг full параметр 3 в поиске ввожу BLH и начинаю настраивать следующее серво BLH mask указываю те пины которые должны работать в дэшот режиме например 1 и 2 готово брать парам серво BLH otype я выбираю дэшот то есть дэшот 150 на 4 став и 4 не вижу смысла на самолете использовать более скоростные протоколы убрать к сожалению у меня пока что нету BLH или 32 регулятора и я не могу проверить работу сквозного подключения к нему но судя по документации достаточно настроить серво BLH auto в единицу и после этого можно подключаться к регулятору с помощью BLH или SEVIT теперь если перегрузить полетный контроллер идут data messages вот наглядный пример несмотря на то что я выставил только 1 и 2 rc out в режим дэшот 150 а я сейчас использую пикс рейсер а не мотек f405 wing у меня 1 и 3 rc out выставился в режим работы дэшот 150 почему это произошло а давай посмотрим hvdef на пикс рейсер также ищу pvm out и вижу что 1 3 пина даже 4 пина первых висят на первом таймере соответственно устанавливая дэшот 150 на 1 pvm выход я получил дэшот 150 на всех первых 4 пинах вот такой вот нюанс так а почему 1-3 так понятно почему так получилось с 1 по 3 потому что я ограничил brd pvm count для настройки активации затвора камерой так ставлю h6 поскольку на пикс рейсере 6 пивем выходов и посмотрю что получится все вот brd pvm count это дефолтная 6 настройка поэтому сейчас будет работать как завода я предполагаю что дата миссии час будет 1-4 вот вот он нюанс вылез то есть я зашел конфиг full параметр дрим серва белый мазк я поставил только первый и второй канал в режим работы дэшота но так как каналы с 1 по 4 висят на том прерывании этот режим дэшот 150 активировался на первом с 1 по 4 канал то есть если я захочу поставить на фикс рейсере грубо говоря регулятор который будет работать дэшот режиме то мне нужно будет к этому готовым что сменив один порт в режим работы дэшот остальные порты тоже переключится получается в данном случае я сервы подключать в 1-4 порт не могу а сервы я могу подключать только в 5-6 порт все отлично с подключением с настройкой дэшота ваншота и прочих шотов разобрались теперь можно настроить функции сервовыходов иду иду setup mandatory hardware и server output какие функции можно настроить если мотор на модели 1 то выбирается функция throttle если же мотора 2 допустим как у меня на бинарике то выбирается для левого мотора throttle left для правого мотора throttle right с сервером в принципе все интуитивно понятно поскольку 3 и 4 порты у меня тоже работают в режиме дэшот как я и говорил ранее сервы можно будет настроить только на 5 и 6 порту в случае с классическим самолетом роль высоты это элеватор роль направления это rudder элероны элерон и закрылки это flap либо flap auto в первом случае закрылки будут управляться вручную во втором автоматически используя данные датчика воздушной скорости для летающего крыла же используются следующие параметры элевон left для левого элевона и элевона right для правого элевона если же у вас самолет с v-образным хвостком то vtail left и vtail right для левого правого элерона на хвосте как он функции сервов выходов закончена через одно видео мы еще вернемся к этому пункту меню потому что следующий этап это настройка полетных режимов про них я расскажу в следующем видео если видео понравилось ставь лайк подписывайся на канал чтобы не пропустить новые видео до новых встреч пока пока